...эвакуированные в Казани из Москвы и Ленинграда. Во время Великой Отечественной войны в город Казань было эвакуировано около 30 институтов Академии наук, среди которых физические институты, институты механики, математики и многие другие. Многие из этих институтов размещались на территории главного здания Казанского университета. К сожалению, фамилии академиков назвать не могу. Институты можете назвать? Кроме Великой Отечественной войны, институты, вы сказали, многие другие. Нет, эконом-факт, вот парень. Да, международный, международный. Кстати, вверх, пусть представьтесь еще раз. Представляете? Шадрин. Сергей Шадрин хотел бы назвать руководителя Академии наук. Так, кто у нас? Представьте. Академический пункт, я ушел в страну. Я ушел. Я ушел. Назовите основателей казанской геопатонической школы, а также их приемки у вас посоветят. Дмитрий. Дмитрий. Из геопатонической школы еще. Учитель Гордиагина, академик. Не помните? Так, все, спасибо. Спасибо. Учитель Гордиагина, или нет? Гордиагина. Гордиагина. Гордиагина, извините. Основателем геопатонической школы был Коржинский, его ученик Гордиагин, ученик Гордиагина Баранова, а ученик Баранова Марков. Это все в 20 веке непоследователи и развитие геопатонической школы, то есть фитосинологии в Казанском университете. Спасибо. Но не совсем, правда, правильно. Баранов не учитель Маркова, а Марков ученик Гордиагина. А Баранов сам по себе. Так, пожалуйста, филфак. Девушка сначала. Все, филфак, пожалуйста. Есть еще дополнения? Нет ни у кого? Нет. Вот правильно, а по-будетам. Минуту не дали. Несколько тысяч километров было разносно родственников о том, что их дети, братья погибли, в каких местах именно. И в последующем была есть книга памяти. Уже по территории нашего края восстанавливали полностью его путь во время войны. И назовите основателя Казанской геометрической школы и его ученика, лауреата Ленинской премии и академика Академии наук в СССР. Продолжение следует... Основатель Казанской геометрической школы в XIX веке является Широков. Основатель Казанской геометрической школы Широков, лауреат Ленинской премии и его ученик... Ученик Широков, лауреат Ленинской премии и его ученик Широков. В принципе, вроде бы основоположенную геометрической школу был Николай Роман Слобачевский. Потому что он был первый геометр и основной не в племии геометрии. Но школы у него еще не было. Его последователь был только начальник один Суворов. Он занимался нейбридовой геометрикой. А еще волосы... Время... Можете вы здесь присесть? Так, хорошо. Возвращай. Первый геометрикой для химии. Возовите ее основателем года для организации. Д gathering и кеме хватит. Первый геометрикой для химии. Продолжение следует... 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 Владимир Владимирович, появится ли интерес к данному мероприятию. Но я думаю, все наши опасения были напрасны и очень все это превзошли все наши ожидания, результаты. И поэтому мы очень благодарны, что вы так живо откликнулись. У нас участвовали практически все факультеты нашего университета, лицей 33-й и, по-моему, около 150 человек. Большое спасибо вам за тот интерес к нашей истории, к вашей истории, насколько вы студенты нашего университета. И вы вписываете свою страницу в нашу славную историю, каждый своим этим. И вот подведя итоги, итоги подводились очень сложно, поскольку многим можно было давать и первые места, и вторые. Ну, как-то регламент был определен, в общем, всех можно поздравить с победой, но, тем не менее, среди первой, среди равных, все равно есть. И поэтому мы от души хотим поздравить, во-первых, факультеты. Ну, тут, наверное, профессионализм сыграл. Первое место заняла команда исторического факультета. Я вас с этим законом историки должны быть поздравить. Спасибо. Значит, мы все же решили два места, как дать второе место, ну, в двум командах. Поряд по алфавиту, значит, это команда международных... Ну, и команда экономического факультета. Третье место. Тоже у нас две команды. Это команда Института Востоковедения. Поздравляем вас. И очень приятно, что естественники тоже участвуют в дележе мест. Команда Химического Института. Это наш главный институт. Очень приятно. Спасибо. Можно пока это объявить, а грамоты сейчас принесут. Это индивидуальный личный конкурс. Значит, был разыгран также. Разыграны премии места в индивидуальном конкурсе. И вот я хочу сочетать фамилии. Третье место. Поощрительная премия, вернее. Награждается Шадрин Сергей. За активное участие. Молодец. Поздравляю вас. И Минометов Ильнов. Так факт. Сейчас грамоты будет. Ну, все это как из печки пирога. Все в живом. Значит, третье место за присуждено Мартьянову Денису. Какой в курсе? Фил Патруль. Фил Патруль. Фил Патруль. Фил Патруль. Готовьтесь. Готовьтесь. Я вам хоть руку подожду. Это музей истории. Докраждает всех участников, всех сегодняшних участников. Вот с такими. Он просто так не выходил. А грамоты еще дать им. Это всем участникам второго тура конкурса. Вот сейчас как раз. Значит. Второе место присуждается Варфоломееву Михаилу. У вас хорошая традиция, хорошая школа казахских фильмов. Держитесь. Очень хорошо. Так, ну, первое место без грамоты объявлять не будет. Знаете, подождите. Пусть интриги. Да. А третье место только майки. Поделищие. Алипатома. Ну и сейчас я объявлю, что вы уже знаете по положению, что первое место награждается премией в размере 3 тысяч рублей. Второе. Хочешь что-то сказать? В ответ на... В ответ на... В ответ на предотвращение, вещество и вывозвание. Пожелания ваши. Вы скажите. Как бы я уже выпускник университета и собираюсь оставаться в опературе, как хотелось бы пожелать дальнейшим успехам нашего университета, чтобы его ученых, преподавателей так же ценили, знали, уважали, как это было за всю многолетнюю, 200-летнюю историю. Поблагодарить организаторов этого конкурса, потому что они не забывают о прошлом университете, чтят его и уважают. И поблагодарить ректор Казанского университета тоже. Официального грамота за третье место. Ещё раз поздравляю. Восполомеев Михаил, химинститут. Пожалуйста, я вас тоже поздравляю. И наконец награждается студент факультет международных отношений и политологии. Кто? Борис Анатольевич. Ну ладно, давайте. Поздравляю. Поздравляю. Спасибо за этот конкурс. Ставим Владимирович. Ставим Владимирович. Вот Ставим Владимирович, он большой роль сыграл, конечно, в этом конкурсе. Инициатор он. Всё. Ставим Владимирович, пожалуйста, заключение. Ставим Владимирович, у нас главный хранитель всех. И первого тура, и сегодняшнего. Честно говоря, я не думала, что вы так активно, хорошо будете отвечать на наши вопросы. Спасибо вам за то, что вы любите университет. И я хочу пожелать вам самых больших успехов в этот 200-летний год нашего университета. Будьте здоровы, счастливы и отличных успехов в вашей учебе. А музей вас с удовольствием ждёт. Ждёт вашей помощи для проведения экскурсии со школьниками, с первокуршниками. Будем всегда вам рады. Спасибо вам большое. Спасибо. Пожалуйста, скажите, посмотрите, а в чём значение таких конкурсов в истории университета? Вот вы сейчас поняла, зами вам скажу. В значении конкурсов в университете, проведения этих ежегодных. В чём значение, в чём смысл их? Для чего эти конкурсы проводятся? Ну, прежде всего для того, чтобы каждый студент Казанского университета ощущал, что он принадлежит Казанскому университету. Всегда наши все преподаватели, когда встречаются с первым курсом, говорят о том, что вы должны теперь понимать, что вы не просто молодые люди, вы не просто юное поколение. Вы не просто студенты, вы студенты Казанского университета. А традиции Казанского университета – это в первую очередь то, что вы должны знать. И вот сегодня был вопрос о том, как был создан университет. Университет был создан по традициям Немецкого университета. Это основы были заложены. Свобода, автономия и в то же время это студенческое братство. Вот это студенческое братство – самое главное то, что мы преследовали, когда проводили этот конкурс. Принадлежность именно к студенту Казанского университета. Потому что сколько бы университетов ни образовывалось у нас в Казани, академии, университет настоящий один. Был, есть и будет.